И снова! Здравствуйте, мои дорогие девочки и мальчики! Рад видеть вас у себя в гостях, в гостях у дядюшки Ру, который приготовил вам очередную сказку. Сказка очень поучительная, про ксороконожку, которая в один прекрасный день задумалась о том, как это у нее получается управлять сразу таким количеством ножек. И что из этого получилось? Итак, жила-была на свете сороконожка. В одно прекрасное весеннее утро она вышла погулять. Светило солнце, тели птицы, и настроение у сороконожки было приподнятое. Она шла и шла, не глядя по сторонам, как вдруг черный дрозд скок прямо перед ней на дорожку. И даже клюв разину, чтобы ее проглотить. Хорошо, что сороконожка вовремя его заметила и юркнула в норку, где жил навозный жук. Привет, сказала сороконожка. Ты тоже от дрозда прячешься? Ну, да. Надеюсь, ему надоест нас долго ждать. Я очень тороплюсь, сказала сороконожка. Я так рад с тобой познакомиться, сказал навозный жук. Признаюсь, я всегда восхищался тобой. В самом деле? А почему? У тебя так много ног, и ты всегда знаешь, с какой ноги делать следующий шаг. Надо быть очень умным, чтобы не перепутать. Ха-ха, вот пустяки, сказала сороконожка, хотя в глубине души была пыльщина, что ее считают такой умной. Наконец черному дрозду надоело ждать, и он улетел. Сороконожка распрощалась с навозным жуком и побежала дальше. Удачный выдался денек, и она напевала себе под нос песенку. Но вдруг она задумалась. А правда, откуда я знаю, с какой ноги идти дальше? И только она об этом подумала, как тут же сбилась, споткнулась и растянулась на земле. Она попробовала было подняться, но стоило ей задуматься, с какой ноги идти дальше, как тут же опять спотыкалась и падала. В это время по дороге проходила тысяченожка. У нее было намного больше ног, чем у сороконожки, но все они ее прекрасно слушают. Не понимаю, как это тебе удается, пришла в восторг сороконожка. Главное, не думать об этом, призналась тысяченожка. Думай о чем-нибудь другом. Спасибо, я постараюсь, сказала сороконожка. И она решила, взберусь-ка я на тот вот розовый куст. Розовый куст такой красивый, высокий и колючий. Решено! Взберусь на розовый куст, и, не думая ни о чем другом, она поспешила к розовому кусту и даже не заметила, как все сорок ног беспрекословно ее послушались. На этот раз она не сбилась, не споткнулась и не растянулась на земле. Все обошлось как нельзя лучше. И навозный жук, у которого было только шесть ног, с восхищением наблюдал, как она взбирается на высокий, колючий, розовый куст. Вот такая сказка была на сегодня приготовлена мною для вас. Итак, думайте, размышляйте и до новых встреч, мои дорогие! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...